Мэрия Бишкека Данная инициатива мэрии была подвергнута резкой критике со стороны партии ЖББ «Жизнь без бытла». В партии сообщили, что данная инициатива демонстрирует некомпетентность мэрии в управлении городскими активами, а также потворствует социальному иждивенчеству. Представители партии сообщают, что они подготовили собственную инициативу, которую уже направили для обсуждения в горки Нэш и мэрию. Речь идет о проведении залогового аукциона и передаче на нем городских тротуарных площадей эффективным собственникам. В партии считают, что свободный рынок – лучшее средство для решения всех проблем. Эффективные собственники будут нести ответственность за состояние тротуаров, ремонт, очистку, освещение. Сегодня население не может никаким образом контролировать действия властей. Горожане-потребители же будут оценивать менеджмент собственников тротуаров непосредственно, сомом. В партии также сообщили, что приватизация тротуаров не противоречит социальной политике и не ущемит права малоимущих горожан. В партии по этому поводу сообщили буквально следующее. Во-первых, мы за социально ответственный бизнес. Поэтому уверены, что большинство собственников тротуаров будут объявлять благотворительные акции и скидки. Скорее всего, будет общегородской день бесплатного тротуара. Раз в месяц, например. И во-вторых, если нет денег, чего шататься-то по городу? Работать надо. Мы также обратились за комментарием по поводу этих инициатив к медиаперсоне. По мнению медиаперсона, бесплатные тротуары – это пережиток советского социализма. И нам уже всем пора бы понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В Бишкеке много людей, которые хотели бы пользоваться ровными, мощеными, чистыми и освещенными тротуарами. И эти люди готовы за такие тротуары платить. Но из-за пассивного, ленивого большинства, которое не хочет работать, но хочет пользоваться бесплатными тротуарами – кривыми, грязными, неосвещенными, но бесплатными – эти успешные и благородные люди терпят неудобства и ограничения. Ограничения права выбора и свободы. Этого нельзя допустить. Мы будем следить за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова